Всем привет! Давайте-ка мы сегодня слегка сравним KDE 5 и KDE 4 И немножко поразмышляем, насколько вообще актуальна KDE 4 У меня сейчас прямо установлены две оболочки Основная у меня, естественно, KDE 5 Ну вот мне интересно посмотреть, сколько поедает ОЗУ и ЦП на холостом Точнее, когда ничего не загружено KDE 5 и KDE 4 Давайте мы посмотрим, что у нас с KDE 5 Понятно, что у нас идет программа записи, но и там и там она будет идти Поэтому давайте посмотрим При записи у нас в принципе в среднем 35 CPU И 1 ГБ 100 МБ ОЗУ С учетом дискового каша, естественно Это у нас KDE E5 Итак, а теперь давайте мы сравним все это дело с KDE 4 Итак Мы видим, что это версия 4.14.28 Она все еще обновляется, мелкие обновления приходят И мы видим, что у нас 33% CPU 33% в среднем, да? 32, 33% Видим, что 32% И всего 705 МБ ОЗУ С учетом дискового каша Так, записал я KDE 4 Итак, итоги Таковы, что KDE 5 в принципе ненамного прожорливее, чем KDE 4 Это неплохо Так как, сами понимаете KDE 4 довольно уже старенькая KDE 5 только появилась И это говорит о том, что Пятерку хорошенько вылезали Ну, еще хватает много всяческих неприятностей Которые я рассказал в прошлом предыдущем видео Многие на меня накинулись Вот, ты все обсираешь Я не обсираю, я просто показываю вам правду И я вам сразу сказал Если вы не хотите всех вот тех проблем, которые есть в KDE 5 Посидите пока на четверке Но я не говорил, что на пятерке сидеть вообще нельзя Если 5.8, плазму или предыдущие 5.4 какие-то версии Я вообще дико, люто возненавидел То 5.9 еще жить можно По крайней мере, вспоминая KDE 4.0 4.1, 4.2, 4.3 Вплоть до 4.6 Там, конечно, были такие сюрпризы Такие полтергейсты, такие глюки Что вам просто-напросто и не снилось Вот А в пятерке не настолько все и плохо Можно так сказать Главное, выбирайте дистрибутив постабильнее Потому что какая-нибудь KUBUNTA Та же самая 16.10 Вам может очень сильно подпортить впечатление А вот та же самая 16.04 ЛТС Как-то может все быть терпимо Читал отзывы, что в принципе не так уж и плохо Кто хочет KDE совсем стабильное Можете взять KUBUNTA 14.04 Несмотря на весь тот траур, что происходит с KUBUNTA Я думаю, что немножко она еще поподдерживается Можно будет на всем этом деле посидеть Любители очумелых ручек Рекомендую взять KDE Присобачить к Debianu и получить просто великолепие Для тех, кто не очумелые ручки Кому лень Можете, как я Взять Какую-нибудь Alt Linux Bazalt Или RASUL Благо в этих дистрибутивах KDE Приготовлено замечательно Для тех, кто не любит импортозамещение Можете взять RASUL Там тоже с KDE все вполне Приятно Особенно с четвертым Вообще, смак полный Вот Ну и на десерт OpenSUSE По всем отзывам Если вы почитаете Загуглите в интернете OpenSUSE В принципе, это лучший дистрибутив КDE КDE приготавливается Там просто Как Я не знаю Как Чем сравнить Блин И не сказать снова как Ну, блин Как пасхальный кулич Красивый, румяный И очень вкусно пахнет На этом все Спасибо за внимание Сваливаю на дачу Наверное Дня 2-3 Может видео не будет Посмотрим, как у меня Что будет получаться Может что-то выложим Как говорится Останусь наедине с природой С цветочками Речкой И зверюшками Всем Прекрасного дня Прекрасного дня Прекрасного дня